Искусство изготовления восковых фигур мы обязаны французскому извоятелю Филиппу Кёртису, а его племянница, та самая Мадам Тюсо, первая начала изготавливать фигуры во весь рост, наносить грим, надевать одеждой парике. А как изготавливаются такие фигуры сегодня? Все начинается с обработки и перевода в трехмерные изображения до 300 фотографий. Затем к работе приступают скульпторы, художники, форматоры, постежеры, гримеры. На создание одной такой фигуры уходит до двух лет. Бывает, что в работе задействовано 40 человек, и у каждого своя задача. Кто-то делает волосы, кто-то работает над одеждой. Все для достижения максимальной реалистичности. Обратите внимание на текстуру кожи, все очень реалистично. Применяются настоящие глазные и зубные протезы, и настоящие волосы. Кстати, это вовсе не парики. Каждый волосок отдельно впаивается в воск. Их может быть до 40 тысяч, только после этого за дело берется парикмахер. Откроем небольшой секрет. Под одеждой вовсе не воск, а специальный стеклопластик, который повторяет все очертания тела. Кстати, поза имеет огромное значение для придания сходства с оригиналом. Очень волнительный момент. Никогда не думала, что смогу взять интервью у Владимира Владимировича. Кстати, у меня есть пара вопросов, а у вас есть такая же возможность. Ведь до 13 мая вы можете найти экспонаты Санкт-Петербургского музея восковых фигур в выставочном павильоне МТЦ «Новой». На сегодня это самая большая передвижная выставка восковых фигур. Их 60. Политики, звезды шоу-бизнеса, актеры и сказочные персонажи. Вы можете не только изучить их во всех деталях и сфотографироваться с теми, кого обычно можно увидеть лишь на страницах глянца или в учебниках по истории, но и помериться ростом, ведь параметры фигур соблюдены вплоть до сантиметра. Вы выше оказались? Да. Выше президента. Когда вглядываешься в некоторые фигуры, возникает ощущение, что они сейчас заговорят. Посмотреть на фигуры часто приходят целыми семьями, и каждый находит что-то особенно интересное для себя. Детей увлекают персонажи мультфильмов, мифические герои и любимые актеры, запечатленные в воске. А их родители могут найти любопытные и порой ироничные отсылки. Если включить фантазию, можно, к примеру, увидеть, как в точности по тексту песни группы «Чаев» Фидель Кастро машет рукой Михаилу Горбачеву. Фидель Михаилу машет рукой, мы никак не можем привыкнуть жить без войны. Татьяна Замарадская, Максим Юргин, Утренний коктейль.